Итак, ребята, как мы уже знаем, действительно в профессии визажист есть, как и очень-очень много плюсов, ради которых мы в эту профессию приходим, но и также здесь присутствует просто огромное количество минусов, назовем их ужасами. Давайте договоримся, что в данном видео я все-таки буду говорить больше именно про минусы работы визажиста, который ведет свою деятельность независимо, так сказать, на фрилансе, не работает где-то в салоне, не привязан к какому-либо постоянному работодателю, но в принципе некоторые пункты можно будет и туда отнести. Вот, ну давайте поехали, не будем затягивать. Первый такой момент, который очень тяжело довольно-таки дается многим коллегам, это прям ранние-ранние подъемы. Действительно бывает такое, то что невеста у тебя на одном конце города, а ты находишься на другом конце. И лично у меня были ситуации такие, при которых, например, мне нужно было встать в 3-4 утра для того, чтобы добраться до невесты. Также, например, если ты на рекламу работаешь, на каких-то рекламных съемки должен приехать очень-очень рано. Ну, в принципе, на самом деле это практически в любой профессии такой можно встречаться, вот эти сильно ранние подъемы, но именно вот когда к невесте прям рано-рано-рано утром нужно приехать ее собрать, вот это, да, действительно присутствует, и на это многие коллеги жалуются, просто кто-то вообще сам по себе сова, и кому-то такой режим очень тяжело дается. Следующий момент это то, что эта работа требует твоего личного присутствия, и что бы ни случилось, ты все равно должен быть в это время, в этом месте. И, конечно, когда мы говорим о работе, например, там на удаленке, на аутсорсинге, когда есть возможность взять компьютер, сесть куда-то в другую точку города и засесть и работать там, в данной ситуации это такая тема не прокатит. И когда речь идет именно о макияже, мы не можем сделать его онлайн. Мы можем онлайн рассказать какие-то моменты, обучить чему-то, да, какие-то моменты, связанные с теоретическими знаниями, как поделиться какими-то техниками, но именно накрасить онлайн невозможно человека. И что бы ни произошло, что бы ни случилось, ты должен быть на месте, либо должен быть человек, которому ты стопроцентно доверяешь и который может приехать вместо тебя, в случае, если там, не дай бог, ты заболел или еще что-то вообще случилось. Поэтому я отношу это скорее больше к минусам, чем к плюсам, потому что ситуации в жизни бывают разные, и что бы ни произошло, ты должен быть на месте. Вот именно тебя пригласили, не кого-то еще, а именно тебя. И вот здесь, конечно, с одной стороны листи, с другой стороны ты привязан к локации. Опять же, почему я этот пункт отнесла к минусам? Потому что вот, например, родился ребенок, ушла женщина в декрет, и что делать? Если у нее, например, работа, да, тоже бьюти-блогер, там уже с довольно-таки такой активной аудиторией, многочисленной, то ты можешь продолжать свою деятельность абсолютно спокойно, не выходя из дома, и на протяжении какого-то времени, пока, например, нет возможности выехать и оставить малыша, и пока ты просто даже элементарно этого не хочешь делать, всегда есть возможность оставаться на плаву, так сказать, заработать. Поэтому уже в предыдущем видео, как стать визажистом, я говорила то, что изначально параллельно, когда вы начинаете, лучше начинать сразу свой блог, хотя бы в Инстаграм, но в Инстаграм меньше даже, хотя бы YouTube, хотя бы Swatch, то есть уже что-то параллельно делать. То, что могло бы, например, вам позволить зарабатывать, да, зарабатывать без вашего личного присутствия, или же, например, человек, который будет за вас выезжать, а вы, например, будете какие-то проценты с этого получать. Так что для меня личное присутствие, постоянное, это все же минус, чем плюс, хотя, в принципе, все мы разные и каждый по-разному относится к этому моменту. Следующий момент – это постоянные финансовые вложения, то есть это действительно постоянные вложения, не то, чтобы вы там все, вы сели, закупили кейс, но я все-таки больше на начинающих визажистов вот эти видео ориентирую, то есть не то, чтобы вы там сели, закупили кейс, и все, и вы работаете с ним дальше. Все равно выходят какие-то новые продукты, интересно пробовать какие-то новые техники с новыми, опять же, средствами, и это постоянные вложения, да просто элементарно у вас что-то заканчивается. Так вот, это систематические вложения в обучение и систематические постоянные вложения в косметику. Например, просто для сравнения, если вы работаете где-то в салоне, то иногда вложения в косметику, в обучение делает непосредственно сам работодатель. Вот в данной ситуации эти вложения на вас, даже как и вложения в рекламу, в продвижение, напомню, что мы все-таки говорим именно о визажистах, которые в данный момент находятся на фрилансе. С одной стороны, это минус на самом деле, но с другой стороны, кстати, у этого минуса есть огромный плюс, потому что, как правило, в визаж идут люди, которые очень любят косметику. И, как правило, для нас некоторая обновочка такой какой-нибудь красивой новой палетки, теней или какой-нибудь бронзера классного, чего-то такого, это, с одной стороны, да, это вложение, это прям, да, вот такое... Не очень приятно расставаться с деньгами в этот момент, но, с другой стороны, ты получаешь классный косметический продукт. Понятие, что классные они, как с моей палеткой, новая Fenty Beauty, от которой у меня просто глаза были адски красные, следились. В общем, ладно, ссылку оставлю в описании, если интересно, посмотрите видео. Не буду сейчас всё это рассказывать. Ну, собственно, да, такое было вложение неудачное, так скажем. 2000 были потрачены зря, разве что обзор сняла Дисней, пожалуй, плюс с этого всего. Следующий ужас, наверное, для многих людей — это очень близкий контакт с другим человеком. И здесь уже для кого-то это, в принципе, не минус, для кого-то действительно просто ужас, потому что вот это поначалу особенно страх такой присутствует другого лица человеческого, боишься там кому-то лишний раз прикоснуться. Вот это оно и есть на самом деле. Дело в том, что этот контакт не всегда для всех бывает приятным. Так, ребята, следующий пункт, он, кстати, очень так неразрывно, тесно связан. Это, так сказать, то, что люди не всегда бывают здоровы, с которыми вы работаете. Я ни в коем случае не в плане головы, а в плане того, что могут быть очень сильные высыпания, сочащиеся на коже. Человек может просто элементарно болеть, чихать там, кашлять. Ну, то есть, это такой человеческий фактор на 100% вообще, к которому нужно быть готовыми. И, в принципе, вот все зависит, опять же, от вашего отношения к этому. Для кого-то это просто адский ужас вообще. Кто-то прямо будет нервничать, ходить, переживать, что, не дай бог, на него кто-то чихнет. Я, например, помню, у нас была, когда работа, очень активные прям съемки, там, по 16, по 14 часов. Это была зима, было холодно, практически все болели, практически все чихали, я так ни разу не заразилась. То есть, это, ну, все-таки такие моменты уже, я про это сейчас не буду говорить. Все зависит от вашего отношения вот к этому. Но к этому нужно быть готовыми, к тому, что человек может налопаться чеснока, вас тушить на протяжении всего времени. То есть, надо маску с собой как минимум мить на готове. У человека могут быть какие-то серьезные заболевания, может быть, акне в определенной, там, стадии очень сильных воспалений, вам надо будет с этим что-то сделать. Человек может просто элементарно болеть, кашлять. Ну, то есть, это вот, простите, что повторяю, это те моменты, которые нормальные в работе визажиста. И ты, как бы, либо работаешь, либо не работаешь, да. Действительно, есть моменты, над которыми вам стоит подумать, обслуживать ли данного человека или нет. Потому что, все-таки, если речь идет о каких-то серьезных заболеваниях кожных, там, заразных, ну, это уже совсем другая тема. А мы сейчас говорим именно о таких моментах, которые именно могут просто доставить адский такой дискомфорт во время работы. Но вы понимаете то, что все зависит от вас. Еще раз повторю. Настолько все здесь субъективно. И, кстати, эти моменты, они относятся не только к визажисту на фрилансе, но и к гримерам, и просто к визажистам, тем, кто работает в салоне с людьми. Вот момент, наверное, я вот несла, он на самые такие последние в списке, но не по значимости. Это спина. Я уже, знаете, изначально уже прислушалась к опыту своих коллег по поводу больной спины, сделала для себя выводы и максимально минимизировала просто размер своего кейса. И ходила уже изначально с маленьким вот таким кейсом. А продукты, если я ехала именно на грим, как гример, продукты для волос, я тоже клала просто в отдельную сумку. И не брала с собой чемодан, потому что я, нет, я взяла один раз чемодан, потому что у меня планировалось как бы несколько съемок, потом они сорвались. Я с ним ходила с этим чемоданом, ребят. Ну и как бы дело закончилось тем, что спина потом просто аськи вообще дико болела. И потом я просто реально сделала вывод, что все, чемодан я больше не беру. Единственные разы, когда я брала эти чемоданы, когда просто я уже была на машине и ехала именно на фото дни. Там реально там большие просто были потоки людей. Я одна там делала, помню, и макияж, и волосы, которые сейчас делать не успела. Это были такие громоздкие бигуди. То есть такого всего было много. И я понимаю то, что в кейсе это, конечно, маленькие, не могла никуда не вместить. Но когда я там, ну когда дело касается рекламных съемок, невесты и так далее, только небольшие кейсы, после которых не будет просто адски отваливаться и болеть спина. Бывает еще ситуация, когда нужно было с собой взять кольцевой съед. Довольно-таки тоже он громоздкий. Вот все вот это, вот эти моменты, они, конечно же, негативно влияют на спину. Изначально уже прям огромная такая рекомендация вообще, которую я, например, изначально не прислушалась, потом очень от этого страдала, делать упражнения для спины, делать упражнения каждое утро. Зарядку хотя бы там парочку, хотя бы пару минут посвящать с утра в день своей спине. Потому что все равно вот эти тяжести, они дадут рано или поздно о себе знать. Более того, это не всегда такая гламурная работа, когда ты сидишь и человека прям у тебя в стульчике, так все красиво. Нет, если ты в салоне работаешь, у тебя обеспечены условия работы достаточно такие прям хорошие, то да, может быть действительно это имеет место быть. Но когда, например, съемки, идет реклама, то здесь уже как бы фриланс, но, например, не, невеста идет, да? Не, невестошная такая тема. Съемки, реклама, у тебя постоянно смена локации с места на место, иногда ты просто тупо на стульях красишь вообще. Что есть, то есть, только что. Кто наш... Вы знаете, как бы работаешь с тем, что есть. Условия работы иногда такие бывают, и идти не идти, это вы, конечно, сами решаете. Но работа иногда будет очень интересная, хочется попробовать, и ты миришься с какими-то нехорошими условиями ради того, чтобы просто получить хотя бы опыт, ради того, чтобы поработать вот именно там с этими людьми и в этой команде. Да, бывает неудобство, извините, и некоторые визажисты снимали в мороз, в стужу. Разные условия абсолютно бывают для работы. К этому нужно быть готовыми, и ваша спина, и ваш организм должен быть тоже к этому готов. И опять же, даже невесты всегда, как правило, у людей нет высоких стульчиков, когда вы там стоите вот так вот, всех красть, и знаете, и вот она такая вся сидит в стуле, прям так все шикарно. Нет, как правило, это просто обычный стул, и ты все равно в полусогнутом состоянии не красишь от невесту. Вот, либо ты просто ставишь себе еще один стул и красишь сидя, что, в принципе, очень такая неплохая практика, которую я научила за время уже второй беременности. Потому что, знаете, с животом особо не накрасишься стоя, и вот как раз сидя, вот это прям очень хороший вариант. И, кстати, этому научилась у Ирины Митрошкиной тогда, когда у нее онлайн-мастер-класс проходила. Вот она тогда говорила, что красить лучше сидя, если вы сильно устаете. И вот, знаете, кстати, кто визажисты красит сидя, видно, что у нее учились. То, что вот эти моменты, они очень-очень важны и очень влияют, опять же, да. Важно помнить о себе, о своем организме, не забывать о своем здоровье. И, ребят, конечно же, на мой взгляд, в любой абсолютно профессии есть свои плюсы, есть свои минусы. И очень многое именно зависит от нашего конкретного отношения к тем или иным моментам. Так вот, конечно же, это видео было ни в коем случае не с целью запугать, хотя оно и называется «Ужасы работы визажиста». Просто, ну, важно помнить то, что, да, такие моменты бывают в этой работе, и к ним нужно быть морально готовыми. А ваше личное к ним отношение тоже делало, наверное, такое, мягко говоря, субъективное. Вот. Поэтому, ну, я отнесла это все-таки больше к минусам этой работы. По крайней мере, для большинства коллег, для большинства визажистов это является минусами. Является ли то, что я перечислила ужасами и минусами для вас? Мне бы, конечно, было очень интересно послушать в комментариях. Ребята, если вы еще не подписаны на этот канал, мне было бы очень приятно, если бы на него подписались. Для меня это действительно очень-очень важно. Оставьте, пожалуйста, обратную связь в комментариях. Мне будет также интересно послушать вообще, если вы визажист, какие-то свои такие истории, ужасы, что вам конкретно не нравится в этой работе, что для вас лично является минусом. Возможно, для кого-то, наоборот, это ничего плохого. И, простите, сейчас такое небольшое отступление будет. На самом деле, да, вот казалось бы, для нас минусы. Может быть, мы чему-то брезгуем там лишний раз прикоснуться к чужому лицу или еще чего-то. Или вот, например, просто случай, простите за отступление, вот я просто к вопросу о субъективном восприятии вообще всего. Вот у меня собака-шпицы, у нее был такой период, когда она очень сильно заболела. У нее наросли там буквально за несколько месяцев 10 камней в мочевом пузыре. И мы поехали с ней в ветеринарную клинику. Я сижу, у меня чуть ли не слезы, просто мне реально плохо. Врач, женщина, которая диагностировала, потрясающе талантливая, она сидела, смотрит. Она прям вообще, позови, позови, там у нее какой-то ассистент был. Слушай, позови его, пожалуйста. Смотри, смотри, сколько камней. Ты представляешь, ей года еще нет, а у нее уже целых 10 камней в мочевом пузыре. Видишь, как это интересно. Я сижу такая у меня, думаю, ну вообще просто. Вот понимаете, да, тут. И вот вопросы, наверное, вот это вы личное восприятие, это вот уже тема такая, как говорится, о вкусах не спорят, о вкусах кричат. Про вопрос того, как конкретно каждый человек смотрит на тот или иной момент. Простите, ребят, что заболталась, просто очень хотелось вам все побольше рассказать. Вот, и надолго не прощаемся, скоро увидимся в новых видео. До новых встреч, всем пока.